В пятый раз на базе Алтайского политеха проходит Кейс-Ин, международный чемпионат для студентов. Задача, поставленная перед командами, придумать концепцию в рамках заданной темы. Активные энергетические комплексы презентовать. По словам организаторов, это значит, что нужно уйти от классической энергетики с доминированием гигантских ТЭЦ. От этой схемы мы переходим к более локальным, так называемым микроэнергосистемам, когда потребитель и источник питания находятся в одном месте. Широкое распространение получает возобновляемые источники энергии. Солнечная энергетика, ветоэнергетика сегодня используются не только для частных нужд отдельных физических или юридических лиц, но сегодня производители вот этой энергии готовы выходить на рынок. А вот как им выйти на рынок и должны решить студенты. При этом учитывается не только механика, но и экономика. Нужна выгода. Некоторые студенты говорят, что вписать мини-компании в рынок компаний-мастодонтов генерации энергетики не так просто, особенно когда в жюри представители таких компаний. Они, кстати, не только оценивают решение задач, но и высматривают будущих сотрудников. Есть достаточно сильные выпускники, которых мы рекомендовали по прошлому году рассмотреть в состав кандидатов на заключение трудового договора. Представители энергетических компаний говорили, что и некоторые решения талантливых студентов частично заинтересовали. В этом году каждая команда подошла к кейсу по-своему. В данном случае мы будем рассматривать конкретный завод Алтайского края. На нем мы установим, возобновляем источники электроэнергии в виде солнечных электробатарей и биогазовых установок. За счет этого мы снизим экологический след, уменьшим экологический след в Алтайском крае и выведем тем самым регион на какой-то новый уровень электроэнергетики. Две победившие команды примут участие в финале в Москве. Конечно, они получат деньги и призы, но важнее подарков тот факт, что подобные конкурсы дают путевку в жизнь. По крайней мере, так утверждают организаторы. Андрей Дрея, Дмитрий Деницев. День с толком.